Новости на ННТ. Мои коллеги и я, Махач Курбанов, расскажем вам о последних событиях. Короткий анонс. Тревога. Захват транспорта террористами. Такое сообщение получили правоохранители, но на месте выяснилось другое. Объект сдан. Капитальный ремонт выполнен в одной из пяти этажек Махачкалы. О качестве ремонта сегодня в выпуске. Они победили рак. Подопечные фонда Инсан, дети, которые преодолели онкологические заболевания, приняли участие в церемонии открытия десятых всемирных детских игр победителей. Махачкалинский троллейбус захвачен террористами. С подобным ложным заявлением накануне в правоохранительные органы Дагестана обратился неизвестный. По тревоге были подняты наряды полиции, но ни троллейбуса, ни к счастью захваченных террористами людей на месте не оказалось. Захватили этот троллейбус. Женщина и мужчина. Перехватили троллейбус, значит, мне пришлось далеко идти. Вы убедитесь сейчас. Обязательно сигнал будет. Сигнал будет то, что перехватили. Людей перехватили в этом троллейбусе. Примерно где-то 5-6 человек. На психиатрическом учете мужчина не состоит. В ближайшее время будут получены результаты медицинского освидетельствования на предмет алкогольного либо наркотического опьянения. Президент России назначил в УФСИН по Дагестану нового руководителя. Им стал полковник внутренней службы Поляков Андрей Викторович. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ коснулся 12 служащих из разных регионов страны. Еще одна транспортная компания Махачкалы снизила стоимость проезда с 23 до 17 рублей. МТК «Пилот» сообщил об исполнении предписания антимонопольной службы об отмене стоимости. К данному пассажирскому предприятию относятся маршрутные такси под номером 3, 62, 103 и 44. Ранее приказ о снижении цены за проезд подписала и компания «Новострой Транс». Остальные нарушители – Третий парк, Астория, Трансфлот и СТС – собираются оспаривать решение УФАС в суде. Напомним, что антимонопольная служба выявила сговор шести транспортных компаний, которые одновременно повысили стоимость проезда в общественном транспорте на одну и ту же сумму. Перевозчикам, которые не отменят приказы об увеличении стоимости проездов в 23 рубля, грозят штрафные санкции. В Махачкале после капитального ремонта сдали очередной многоквартирный дом 32А по улице Ирчи Казака. Пятиэтажки заменили кровлю, поставили окна и двери. Для комфортного проживания людей высотка нуждается в ремонте фасада и самое главное – благоустройстве двора. Представители Ленинской администрации поговорили с жильцами и заверили, что и эти проблемы будут решены. В рамках региональной программы в этом году в республике планируется отремонтировать 50 домов. Возможно, количество вырастет до 101. В этом году 17 домов должны были отремонтировать. Мы уже отремонтировали, сдали вместе с сегодняшними домами. Пять домов, осталось 12 домов. Первый этап. Если говорить по конкретному дому, 4 миллиона 477 тысяч рублей. А сегодня, конечно, мы очень довольны тем, что сделали вот эту крышу. Сделали очень хорошо. И ребята, которые работали, мы даже удивились. Они работали настолько аккуратно, что мы во дворе только видели, когда они выгружали материалы. И потом, как наверх, все, больше мы во дворе не видели ничего. То есть они работали очень аккуратно и не в помеху жителям. Новостройки Махачкалы названы самыми дешевыми в России. Об этом сообщает аналитический отдел компании «Домофонд». Квадратный метр в столице республики упал с 38 тысяч до 36 тысяч рублей. В пятерку российских городов с самыми низкими ценами на новостройки вошли также Астрахань, Тамбов и город Омск. При этом среднестатистическая дагестанская семье понадобится почти 11 лет на то, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. В Семендере построят первый поселковый сквер. Об этом заявили в администрации города. Как отметил Салман Дадаев, строительство сквера в поселке, где проживает более 50 тысяч человек – острая необходимость. Напомним, что земельный участок, отведенный мэрией дагестанской столицы под строительство сквера в поселке Семендер, уже несколько лет местные жители пытались отвоевать у уже собственников, заявивших о своих правах на эту территорию. Они победили рак. Подопечные фонда «Инсан» – дети, которые преодолели онкологические заболевания, приняли участие в церемонии открытия 10-х Всемирных детских игр победителей. Соревнования прошли в Москве. Участие в них приняли дети из 15 стран и более 30 регионов России. Дагестан впервые принял участие в данном мероприятии. Несмотря на долгую болезнь, подопечные фонда не утратили своих спортивных навыков, показав хорошие результаты. Я участвую в плавании, стрельбе и теннис. Готовилась к соревнованиям? Конечно, готовилась. Как не готовиться? Без этого никак, конечно. Но я уверена в себе, знаю, что выиграю. Подопечная фонда «Инсан» Микаилова Фатима после долгой борьбы взяла сначала вверх над своей коварной болезнью и сегодня одержала победу в категории «Спортивная ходьба» на Всемирных детских играх победителей. Я очень волновалась, когда шла на соревнования, на ходьбу. Я думала, что я не выиграю и выиграла. Я очень рада, что у меня золотая медаль. Я думала, что я не попаду на первое место. Я попала. Я очень счастлива. Мне здесь очень нравится. Главная задача игр – помочь детям. Перенесшим онкологические заболевания. Вернуться к обычной жизни и реабилитироваться после продолжительной борьбы с болезнью. Церемония награждения и закрытия игр состоится 7 июля. В Дагестан из Грузии пытались завести зараженные нектарины. Груз задержали на пункте пропуска Ярак-Казмоляр. В парте нектарина общей массой более 18 тонн обнаружили восточную плодожорку. Это карантинное насекомое и считается одним из самых опасных вредителей плодовых деревьев. Гусеницы съедают побеги и дерево в дальнейшем высыхает. Продукция отправлена обратно в Грузию. Владелец товара понесет административную ответственность. Далее дайджест, который подготовила моя коллега Карина Баталова. Следователи и адвокаты из Дагестана похитили у Министерства финансов России 2 миллиона рублей. В 2013 году следователь ввел уголовное дело по подозрению двоих местных жителей в совершении хулиганских действий. По истечении нескольких месяцев он принял решение о приостановлении предварительного следствия. Спустя год в сговоре с адвокатом следователь изготовил подложные документы, в том числе и о взыскании с Минфина больше 2 миллионов рублей за причинением морального ущерба. Когда деньги были получены, из них 100 тысяч он отдал реабилитированным, а остальные похитил вместе со следователем. В настоящее время адвокат задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Лакомый кусочек с видом на Каспий. В Дагестане выявили незаконный захват участка водоохранной зони Каспийского моря в районе ресторана «Улунный берег». Поддельное постановление администрации Махачкалы было выдано горе хозяину еще в 2004 году. Кадастровая стоимость участка составляет более полутора миллиона рублей. Сейчас по признакам преступлений возбуждено уголовное дело. Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей сети. Если вы видите пляж, океан и небо, камни и звезды, значит вы художник. Только это не картина, это нижняя часть автомобильной двери, которой требуется ремонт. Некоторые пользователи признались, что им потребовалось несколько минут, чтобы найти подвог. Другие же так и не смогли разобраться в увиденном. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Приятных вам выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»